всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим про глобальную карту у меня уже есть 6 танков за глобальную карту соответственно 6 раз я ее уже прошел и не просто прошел еще и получил главную награду что честно говоря довольно таки легко тебе просто нужно участвовать в боях и все больше ничего не нужно сложности получить танка никогда не было никакого что лет 5 назад я первый раз участвовал на глобальной карте было очень легко что сейчас ничего не изменилось что в 50 процентном клане у которого средний процент побед по клану 50 что в одном из топовых кланов ты играешь одно и то же просто накатай бои ты получишь свой танк все никакого не вызова там какого-то не каких-то там сверхсложности ничего в этом нет никакого вообще ни черта те кто много раз уже участвовали в лобальной карте и получали награду им уже особо то не интересно это заметно что никакого азарта нет вообще просто на расслабоне покатали получили танк все может есть какой-то прикол в том чтобы собраться вместе пообщаться и так далее но это не заслуга картошки его режима это заслуга того что люди просто вместе давно общаются и как же развился этот режим за столько лет плюс столько раз он выходил в жизнь много раз уже были ивенты на глобальной карте какие же улучшения мы увидели за все эти годы но для начала ожидание перед боем когда он выскакивает как было 15 минут так и осталось 15 минут то есть это нормально ожидать бой для картошки в 15 минут что раньше ожидание между боями было очень большое и можно было просидеть весь вечер чтобы сыграть пару каток что сейчас допустим в первый день когда я играл грубо говоря полтора часа я играл три часа я ждал то есть ивенты на глобальной карте это такое событие где ты в три раза больше ждешь чем играешь то есть время своих игроков картошка вообще не ценит и за столько попыток включения этих ивентов ничего не изменилось ожидание как осталось 15 минут так и осталось как ты весь вечер сидел по 8 часов чтобы сыграть 20 боев так оно и осталось 8 с половиной часов просидеть онлайн в картошке чтобы сыграть 20 боев это вообще адекватно картошка вообще не ценит ваше время ей насрать ладно если бы это вышло в первый раз там по-любому типа были ошибки недоработки и так далее но это уже происходит много лет и это не меняется вся система запускания боев на глобальной карте просто конченое говно и оно никак не меняется картошка за столько лет меняет только кнопку получения награды там они добавили какой-то металлолом для крафта который выпадает после боев чтобы ты жмякал кнопочку и какой-то мусор крафтился по нескольку часов и потом из этого дерьмища ты собираешь себе прям танк мне честно говоря вообще насрать как я буду получать танк хоть просто с лопаты там хоть просто одну кнопку получить на радую все какая разница мне это вообще не интересно то есть здесь они собают кнопочку каждый раз не нужную как получать награду какая вообще разница зачем изменять уже то что-то должно быть в самом конце уже просто типа весь режим готов и просто идеальный режим и этих глобальных карт и вентов что они просто самый конец уже получения награды все время переделывают но на самом деле режим вообще не готов. Он никому не интересен, он уже просто засох. Плюс еще все время одно и то же. Вступаешь в клан перед ивентом, то тебя берут на бои, то тебя не берут на бои. Да, места на всех все время не хватает, кто-то поиграл, потом освободил место другой, кто-то поиграл. Всем очки понабивали, все танчик получили. Но все равно это какое-то никакое. Мало того, что тех, кто играют, они много ждут, а тех, кого не берут, они еще больше ждут. Это просто один из конченнейших режимов и неинтересных в картошке, где почти все время ты просто ждешь. Также некоторые люди не вступают в клан, потому что думают, что на ГК они будут сливать по 100 тысяч за бой. Если ваш клан будет включать резервы на серебро, то вы будете в плюс уходить на глобальной карте на фулл голде на дупайке. Но вот если не будет включать, то да, наверное, да, будете уходить в минус. И это происходит одно и то же. Просто годами ничего не изменилось. В самом бою и по тактикам, и по картам тоже никаких особо изменений нет. Может какие-то мелкие там типа вместо баттл катаются теперь колесники. Берут чифтейнл и много 907-х. Все. Точно так же на некоторых картах дурочки на маусах ездят, думают, что маус для городских карт офигенный. Их просто голдой убивают в нулину. Ничего в принципе не изменилось. Тактики плюс-минус то же самое. Все то же самое. Содержание боев то же самое. Ожидание 15 минут. Очень много ждать между боями. И в целом все засыпают в этом режиме. Те, кто в него уже играли. Даже само окошко перед боем, когда ты ждешь. Ладно, там 15 минут ожидания. Но хотя бы было бы что делать эти 15 минут. У нас есть окошко, которое появляется за 15 минут до боя. И там нихрена нет. Есть две колонки с игроками. Справа, которые попадают на бой. Слева, которые не попадают на бой. И ты излева перекидываешь направо. Все. И слева есть здоровенный чат. На все это окошко, которое нахера он нужен. Непонятно. Сколько ли это глобальная карта существует? Столько лет перед началом боя. А что у нас за респ? А это слева или справа? А вода с какой стороны будет? А мох? А луна там? А по гороскопу это с какой стороны карты? Где мы находимся? Куда ехать будем? Столько лет все это происходит? До сих пор непонятно с какой стороны где респ. Так сложно взять этот вонючий чат, убрать нафиг. Вместо него всунуть картинку с мини-картой и с респами. Где написано, где какой респ. Первый, второй, зелененький, красненький и так далее. Еще было бы замечательно, если полевики могли на нем что-то тыкать, стрелочки рисовать и так далее. Чтобы показывать команде, куда чё кому ехать. И эти 15 минут хотя бы происходили хоть как-то осмысленно, а не просто глядя в квадратик. Я понимаю, если бы это вышло первый раз, так это уже много лет выходит и оно не дорабатывается и не изменяется вообще. Картошка просто придумывает каждый раз для ивента новое название, подкидывает с лопаты новых танков, или даже не подкидывает, а просто старые раздает. Наделала имбу 10 уровня, чтобы ее на ГК получали, а сам режим они не делают. Вообще никак. Опять в первый день все серваки лягли, один бой который должен был выйти, не вышел. Потом его сдвинула картошка и он появился позже. И этот бой наложился на остальные бои. И у нас выскочило много боев одновременно, потому что картошка как обычно обосралась. И мы одновременно много боев не можем сыграть. И все это каждый раз происходит одно и то же. Дорабатываются только кнопочки. получение танка и название ивента, чтобы было громкое, классное, офигенное. Ну и имбовых десяток за ГК наделали за все эти годы. Все. То есть этого достаточно, чтобы люди играли. На мой взгляд этого недостаточно. И картошка вообще не заслуживает какого-либо уважения за такое отношение к игрокам. За такую проделанную работу. Это просто позор. Они ничего не делают. Эту вонючую кнопку получения танка зачем она всралась вообще. Просто в конце когда ивент заканчивается, лопату нарисую и кнопку получить. Все. Мне вообще срать как оно будет выглядеть. Ты приходишь играть ивент, а не в кнопку получения танчика. Никакой доработки вообще нет. Просто параш оконченная. Нету никакого вовлечения игроков, которые сидят в очереди и их не берут на бои. Картошка как обычно ответит. Ну там игроки должны сами разобляться. Нахер ты тогда нужна опять. Куда ни возьмись, картошка вообще нигде не нужна. Эти разработчики туполобы вообще нигде ничего не решают. Они нафиг не нужны. Просто ничего не делают как обычно. Придумали бы какие-то бои для тех, кто ждут там или хоть что-нибудь. Чтобы они что-то делали там. Потихоньку там игрались между собой. Или задания какие-нибудь там в рандоме или еще где-то. Что-нибудь, сука. Хоть что-то. Чтобы минимально какие-то очки набивались и они хоть как-то играли. Они просто ждали по 8 часов, чтобы сыграть десяток боев. Я не знаю, что именно там надо придумать. Но блин, меня это просто бесит. Что люди приходят поиграть. И так или иначе, даже если они играют, они все равно в 3 раза больше ждут, чем играют. Даже если они играют практически все бои. Это просто лютейшее говно. Еще можно было бы сделать, чтобы роты можно было цветом выделять, чтобы было понятно. Кто с какой роты. Чтобы было написано на человеке. Сколько он сыграл на этой высадке боев. Чтобы было понятно, кто играет эту высадку. Кто не играет. Кого-то может поменять. Какая-то статистика, информация. Хоть что-то в этом вонючем окошке квадратном. Которое не дорабатывается много лет. Кнопочку получения танцыка мы добавляем. Там эти металлолемтики. Вот это вот. Все такое. Там забеляем танцыки в кучку. Там получаем. Классно. Это просто лютое говно. Картошка, как обычно, кидает имбу в самую кучу говна. Как хотите, там так и варите. Вот вся суть картошки. С вами был Варчик. Грать красиво. Всем пока. А еще забыл сказать за кликеров, которые высадки накликивают. Тоже классно. Охеренно. Мне кажется, вся система глобальной карты просто говно. Которое надо было дорабатывать каждый год. Но нет. Зачем, если можно сделать просто очередной имбу 10 уровня. Субтитры сделал DimaTorzok